О событии, если он пишет, потому что и в идеале, если вы хотите вести, действительно заниматься блогом, то есть вести блог, который был бы интересен, в первую очередь, он должен быть интересен вам самим. То есть вот, что касается себя, написав, вот я только собираюсь просто, допустим, в природе написать, и я просто сам себе задаю вопрос, было бы это, мне интересно считать. Если мне хоть что-то не нравится, вопрос снимается сразу. И в блоге, не помню, там где-то 13-15 тысяч публикаций, и нет ни одной публикации, за которой мне было бы стыдно, или которая мне бы не нравилась, или которая не была бы тем, что я действительно сам думаю. Притом блог достаточно, ну я придерживаюсь позиции такой, что взрослый человек может обсуждать абсолютно свободно любую тему, и они не всегда должны быть социально одобряемы, или эти темы, которые поднимаются, и способ подачи, вот. Ну у меня них, там, фильм «Психопат» оправдывает некоторые вещи, то есть, совсем не обязательно, это должно быть толерантное, спокойное к этой публикации, или еще раз, если у меня плохое настроение, я пишу что-то, я показываю этим постам тоже, что у меня настроение плохое, да, у живых людей бывает плохое настроение, бывает хорошее. В моем мнении не всегда бывает вера. Некоторые посты делаются только для того, чтобы вызвать обсуждение, и обсуждение очень часто бывает интереснее постов. И вот отсюда один момент, я вам еще раз подчеркну, потом я вам скажу, что блог ценен не столько тем даже, что вы туда пишете, со временем, хорошим блогом, а тем, какие люди туда приходят, и той аудитории, которая там собирается. А аудиторию на свой блог можно получить основной, сначала контентом, на первом этаже, а потом тем настроением и тем эмоциям, за которыми люди будут туда приходить. Люди всегда и везде приходят за эмоциями. В пятерочку приходят за одними эмоциями, в какой-то там, в азбуку, в куст или в бутики, за другими эмоциями, разные люди. Но покупая даже зубную щетку, мы покупаем эмоции всегда, мы покупаем радость, любовь может. Когда мы читаем, мы не хотим. Ну, мы можем ходить, читать и мучиться, понимаете, как ежик, который ест кактус, но это надолго читателей не хватит. Люди приходят всегда для того, чтобы получать эмоции. Либо, вот, как только футбольный матч прошел какой-то, то у меня очень много друзей и среди ЦСКА, и среди Спартаковских, мы лично друзей, с которыми мы знаем, общаемся. Но в футбольном плане я скажу, что фанатичный болельщик «Зенита» с детства, как бы, и в постах своих фанатичный противник других команд.